МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жахары Светлогорска и вёски Якимова Слобода сёня наведали вытворчасть сульфатной белиной целлюлозы на Светлогорским ЦКК. На такие беспрецедентные меры мясовая улада и керауниство завода пошли, как доказать, что новая вытворчасть не шкодная для насильства. Нагадаем, ранней частка Жахары Увёски Якимова Слобода обвиновачвала завод у заявлении неприемного паху и скардзялась она, связанная с имдренной самочуванием. На сустречу запросили инициативную группу Жахары Увёски из Светлогорска, а так само сродки массовой информации и широкое коло экспертов. Усяго удельниками мероприемства стали больше, как 50 человек. Они ознайомились с полным циклом вытворчасти белиной сульфатной целлюлозы. Потом им пропоновали задать любые вопросы специалистам. Однако после огляда у предприемства для диалога застались не все. Инициативная группа звездки Якимова Слобода и журналисты портала Тутбай, агентства Белопан и газеты «Наш час» покинули сустречу. Тем не менее, размова отбулась и оказалась конструктивной. Какие пытания на ее прагучали и какие отказы на их дели эксперты, вы доведаетесь в неделю. Глядите специальный репортаж у новинах тыдня на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Протягиваем выпуск. Вытворчность экологично-чистой сельско-господаршей продукции, проведение кермашов здоровья и одновление старожитных страв. Представники дипломатичных миссий сегодня ознайомились с реализацией местовых инициатив в Брагинском районе. За ходом визиту назирал Олег Сентюроу. Про Брагинскую фотоэлектричную станцию у Беларуси пачули в 2016 году. На той час это был самый буйный парк солнечных батарей в Украине. Его могут не все ухопая, как по ясный летний день забеспечить электроэнергии три такие районы, как Брагинский. Инновационный проект, реализованный при международной финансовой потребции «Майя» и еще некольких плюсов. А первая станция размещена на землях, выведенных сельско-господарчиках обороту. По-другому, в окрыстане солнечной энергии заместо природного газа уже дозволила продухелеть выкиды у атмосферу маль тысяч тонн углекислого газа. Хоть только солнечными батареями на Брагинщине не обмежавалися, причем с семи профинансованных Евросоюзом местовых инициатив поспеховыми оказались усе. Была и самая смачная реализованная инициатива, моя назва Брагинской пресс-маки, у ее рамках одновили проготование страв, яке были распосёджены тут сагодзе. Тому теперь на Брагинщине зно можно поспробовать квасовки, хрущики и налисники. Налисники, даже если это такие блины с маковым и творожным начиннем. Почас визита у Брагин простанков дипломатичных миссий «Головная увага» в работе, что проводится у рамках проекта «ПРААН» – соединение развития на местовом узровне. Брагинщане оказались людьми инициативными. Медперсонал районной больницы реализовал проект «Инновации у здоровья», у рамках которого створены мобильный учебный центр, проведены кермаши здоровья и организовано обследование насильства на онкозахворомость. Местовый фонд предпринимательства и сельского развития ориентуется на выращивание сельскохоспадатших культур. Поколь – основный рынок сбыту Гомельская область, а ли у планах выйти на внешние рынки. До речи, у часа основания Советского Союза брагинские яблоки поставлялись у московских Кремль. Две инициативы позволили людям утвердиться в том, что, живя на территории Брагинского района, они делают это правильно, они делают это хорошо. И то, что они делают, на самом деле очень нужно для нашего региона. Мы немножко научились зарабатывать. Выники визита представников дипломатичных миссий на Гомельщину и окрасывания перспективных макерунков для дальнейшей работы агучиваются подчас проведения круглого стола, поширения биоразностайности потерпелых территорий, трансграничное супрационничество, развитие зеленой экономики, повышение рухольной активности людей с инвалидностью. Международное супрационничество по уставленному развитию мая на увазе самая розная на керунке. При одной обовязковой умове оказанная допомога повинна содействовать агульному повышению экономической стабильности регионов. Завершили деятельность этого большого, крупного проекта Евросоюза, который реализовался через ПРОО. Но я надеюсь, что такой большой проект, настолько, насколько он показал свои результаты, настолько, насколько есть спрос на такие инициативы. Я надеюсь, что это будет продолжаться. Мы, конечно, будем разговаривать с Евросоюзом, чтобы они дальше финансировали инициативу такого типа. Олег Синчеров, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Ситуация на рынку працы региона характеризуется як стабильная. Колькость вакансий повеличивается, а зворотов у службы занятости становится меньше. Межтым и проблем по кульхапае. Гэтую тему сёння обмерковывали на сессии Гомельского областного совета депутатов. Сё лето за допомогой у праца у латкаванни звернулась амаль 27 тысяч человек. Гэта на 15% меньше, чем у минулым годзем. Работу знайшли каля 20 тысяч суискальников. У сельской мясцовости найбольше запотрабованы специальности ветеринара, механизатора и живеловода. У городах подрабуются водители, медицинские работники и будовники. Праблему складает дэсбаланс попыту и пропановы. Наявные вакансии не отповедают жаданним людей. До того ж 40% грамадзян, які остали на улик беспрацовных, у вогулі не мают специальности. В соответствии с действующей программой содействия занятости предусмотрено и повышение квалификации, и оказание содействия обучения. На эти цели предусмотрены и бюджетные деньги, и работа в этом направлении ведётся довольно активно. У рамках реализации декрета президента номер 3 об садзейничании занятости насильництва на Гомельщине створено 25 постоянно дзеючих комиссий. Их метод – лумачальная работа, удокладнение списов незанятых у экономицы грамадзян и взаимодзеяние с податковыми органами. База дадзенных будет сформирована до 30 листопада. С первого сняжня комиссии начнутся работу по компенсации выдатков на финансование дзержрасходов. На кондитерской фабрице «Спартак» сегодня открыли новую линию. Агульные затраты на реализацию проекта склали больше 5 миллионов долларов. Это как уластные сроки предприемства, так и банковский кредит. Практично вся сумма была накирована на набытье обсталявания. Новая линия – это модернизованная вытворчасть узору 1974 года, на якой выраблялись вафельные батончики и цукерки. Ранее их выпуск был организован на розных пляцовках. Основная задача инвестпроекта – оптимизовать процессовые творчества и повысить якость продукции. Основная, конечно, роль этого цеха – удовлетворить потребности жителей Республики Беларусь в качественной и доступной продукции. Почему? Потому что средняя цена, если сравнить с конфетами традиционными, шоколадными, будут отличаться на 25-40% в меньшую сторону, что сделает этот продукт более доступной. Использование качественных ингредиентов сегодня дает возможность производить именно продукт с высокими потребительскими свойствами и высокого уровня качества. Могутности новой линии – 550 кг солодкой продукции за годину. Термин окупальности – калеча трех с половой годов. Дареча новую продукцию уже можно найти на прилавках фирмовых магазинов и буйных гандлевых центров. Завтра жихары региона знову смогут звернуться с питаниями до представников Улады. Суботнюю прямую линию проведет наместник старшины Гомельского облаконкама Андрей Конюшка. Номер телефона – 33-12-37. Так само с 9 до 12-1 жихары областного центра смогут звернуться до керовника справу Гомельского облаконкама Алексея Васюченко. Номер телефона – 33-07-62. Я выполню правила дорожного руха. Акцию для водителей под такой назвой сегодня провели супрацовники Держа-Аутоинспекции у Гомеля. Яны еще раз звернули увагу уладальников Ауто на проблемы дорожно-транспортного травматизму и необходимость корректных поводзинов на дороге. Патрульные экипажи ДАИ спиняли машины и проверяли документы у водителей. Те, кто с початку года был дисциплинованным и не имел штрафов за порушение правилов дорожного руха, отримливали подарунки. Инспекторы дарили сувенирную продукцию, буклеты с информацией про отримание экстренной допомоги у дороги, а так само уручали сертификаты на обслуговывание у автомобильной мыйцы. Сто год життя краины у фотосдымках «Белта» презентовала у Гомеля проект «Имгнение 100 годзе». Выставу разместили у кинотеатра «Имя Калинина» у экспозиции «Каляста фотографий», які адлюстровують основные вехи у истории Беларуси с 1918 года «Патя першний час» с подробязностями Яугения Кухаронак. Проект «Имгнение 100 годзе» присвячается вековому юбилею Беларусского телеграфного агентства. На выставе представлены уникальные архивные кадры, на некоторых адлюстрованы вядомые особы. Керуньки держав, але у целым экспозиция показывает моменты життя звычайных людей, их почутцы, захоплений и досягнений. Проект «Белты» презентовали амаль во усіх областных центрах краины, и каждый раз у новом городе постоянная экспозиция попавнялась с дымками, які адлюстровують життя конкретного региона. Гомельщина у объективах корреспондентов «Белта» полстает территорией, богатой на захованные обрады и звычаи. Подчас открытия выставы нашу область навыц называют «скарбницей беларуских традиций». Интересная фасфальба, снимала стилизованную под старину в Дубровском районе. Полинская фасфальба называется «Полинским обычаем». Очень интересная. И вот обряд «Вечина», когда кабачика к Пасхе разбивают, свежно готовят. Очень такие душевные фотографии, трогательные. Тяжко уявить, однако у архива фотохроники «Белта» налишивается каля 400 тысяч фотографий, у тым лику каля 40 тысяч у негативах. Гэтый день так само уводил гисторую и поповнялсь фотохронику агентства своим багажом с дымкау. Очень тяжело давался выбор фотографий, были споры, творческие споры, разноглазия. Никто, слава Богу, не побился, но мирись приходилось людей. Мы старались брать верховые события из жизни нашей страны и подавать их через признак простого человека. Каким были простые люди, жили в той либо иной эпохе. Вот и все. Выставка очень интересная, хотя бы тем, что здесь очень много живых фотографий, на которых видны настоящие эмоции. То есть подловить такие моменты, на самом деле, это очень тяжело. И чтобы все передать, все настроение, это тоже большая работа. В выставах это участка работы, которые вышли у одноименный фотоальбом. Книга смещая больше за 250 уздымков. У рамках открытия экспозиции одно с выданью было передадено подарунок гомельскому авылвыконкаму. Выстава будет экспоновать в областном центре до 25 вересня. Далее фотографии из архива Белта отправятся у могилю. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадо и компания «Гомель». Убачить бегемота, носорога альбо слона, не покидающий межа у Гомеля. У центральном районе по улице Макаюнка открылся парк экзотичных живел. Он разместился у малявничном кутку каля каскаду озер. Так само важной умовой при вызначении места была наявность побачь великой колькости новобудовлев, где проживают дети. Усяго у Сталяваны 4 фигуры живел, яких не сустренешу в беларуской природе. На их вырабц потребилися 3 месяцы. Усе работы выник працы коллектива предприемства «Гомель-Гар-Святло». Фигуры выкананы со штучной травы и не потребуют особливого уходу. Яны будут радовать горожан як летом, так и зимой. В следующем году мы планируем еще установить 5 фигур. Какие-то фигуры будут определять граждане, жильцы этого района. Мы выставим их у себя на сайте, вконтакте. И кто больше, конечно, проголосует, такую фигуру и сделаем. Завтра Гомель будет принимать веншаванье с Днем города. У каждом районе рыхтуют особные пляцовки и святочная программа. Свято у 11 годин ранее на площади Ленина открыт концерт с уделом театра Ирины Дорофеевой. Калемеда университета разгорнутся с поборницей за звание самого мощного гомельчанина. У сквера имя Грамыки пройдет другий фестиваль в уличных мастатствах на одной хвале. У парку на эстраде с творчими номерами выступить вокальный ансамбль «Лянок» с Тюменем. А пляцовку, каля лодочника, займуть у дельники фестивалю «Фудпарк». На Белецким спуску отбудется концерт кавер-бэндау. У его завершенне выступить гурт «Дрозды». На центральном стадионе прогушать хиты народной артыстки России Валерии. А на танцевальных пляцовках будуть разгортваться падеи фестиваля «Сожский карагод» и турнира по спортивных бальных танцах «Золотая рысь». Завершальная аккорд святочного дня – фейерверки. И они отбудутся у 22 години во усіх районах. Гэты и інші новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomil.by. Далей у ефіры «Де факто» і спортивный агляд. Я ж з вами развітваюся. Усего доброго. І до зустречі у ефіры. Де факто в студії Алексей Немкевич. Здравствуйте. Светлогорские следователи проводят проверку по факту смерти на рабочем месте одного із сотрудников коммунального предприятия. 40-летний рабочий в составе ремонтной бригады прибыл на место прорыва водопровода. Он спустился в колодец, где ему стало плохо. Рабочие достали коллегу на поверхность, вызвали скорую. Однако мужчина скончался еще до приезда медиков. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Попались на продажи ложного антиквариата. В Гомеле трое россиян. Сувенирные ложки и монеты выдавали за раритеты из серебра. Граждане России приехали в Гомеле еще в конце августа. Искали людей, интересующихся антиквариатом. Рассказывали, что якобы раритетные ложки и монеты достались им по наследству. До того, как мужчин задержали оперативники, за лжи антиквариат россияне выручили около 200 белорусских рублей. Милиция просит пострадавших от недобросовестных продавцов обращаться по номерам телефонов, указанных на экране, или звонить 102. Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Финансовая милиция объявила в розыск Сергея Сакиркина. Гомельчанин 1977 года рождения предположительно может скрываться в поселке Чонки. Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого управления Департамента финансовых расследований, просит обращаться по телефонам, указанным на экране, или в ближайшее отделение внутренних дел. Пулеметы Дегтярева, винтовки Мосина, ППШ, станковое и авиационные пулеметы, пулемет Максим, противотанковое оружие. Все это нашли рабочие при благоустройстве территории Брагинской спортшколы. Всего было обнаружено 255 стволов времен Великой Отечественной. Опасности находка не представляла. По одной из версий, найдено изъяли у населения еще в конце войны. Ранее на этой территории располагался военкомат. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и Жлобинский металлург не смогли порадовать своих болельщиков в очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Перед родными трибунами оба представителя нашего региона проиграли. Старевары играли со столичной юностью. Гости забросили в каждом из периодов по две шайбы. Отличились Волчек, Стефанович, Гайнеддинов, Богалейша и дважды Гринь. Хозяевам ни одну из своих атак до голевого завершения довести так и не удалось. Поражение 0-6. Завтра Сталевары дома играют с целегорским шахтером. А накануне горники гостили в Гомеле. В этом матче все голевые события пришлись на второй период. Недва прозвучал стартовый свисток, как шахтер вышел вперед, отличился у Сенко. А к 29-й минуте гости уверенно выигрывали 3-0. Бокун и Горбунов отметились голевыми бросками. Незадолго до сирены на перерыв Гомель одну шайбу отквитал. Ошибкой горников при игре в большинстве воспользовался Хузеев. Итог 1-3 побеждает шахтер. Завтра рысь отправляются в Минск. Им предстоит встреча с юностью. Предстоящий уикенд состоятся поединки второго тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Один из матчей пройдет в Гомеле. Завтра ВРЗ на арене Гомельского дворца игровых видов спорта сыграет со столицей. Поединок начнется в 16.30. В этот же день еще один представитель нашего областного центра БЧ играет на выезде со Щучином. Светлогорский ЦКК на домашней площадке встретится с Гродненским УВД «Динамо». Это противостояние также состоится 15 сентября. В первой лиге футбольного чемпионата Беларуси завтра будет сыгран 22-й тур. Гомельский Локомотив на одноименном стадионе в областном центре поспорит за очки со Слонимом. Матч стартует в 16.00. Мозырская Славия, претендующая на выход в элиту, дома играет с одним из аутсайдеров Пинской волной. Светлогорский Химик ждет в гости лидера чемпионата столичный энергетик БГУ. А Житковичский ЮАЗ отправится в Оршу, где встретится с местным одноименным клубом. Юношеская сборная Беларуси по футболу Ю-18 сыграет два товарищеских матча со сверстниками из Финляндии. Поединки состоятся 18 и 20 сентября в Хельсинки. Футбольный клуб Гомель делегировал в сборную трех футболистов. В списке главкома белорусской команды Ивана Миголя, защитник Дмитрий Денисенко, полузащитник Павел Трофимчук и нападающий Петр Сгурский. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.